Всем доброго утрочка! Доброго зимнего утрочка! У нас в Мариуполе вернулась зима, а мы поставили кормушку для птичек. С утра прилетает очень много птиц, дети обожают наблюдать за этим. А я сходила на почту и принесла свою совместную покупку. О, летят! Вот моя совместная покупка. Я очень часто участвую в совместных покупках. Очень выгодно, очень удобно, да и выбор большой в совместных покупках. И вот, вот пришла моя совместная покупка. До этого я чаще всего получала совместные покупки исключительно в почтовых пакетах. Даже не в коробках, в почтовых пакетах. А это, вот это я разошлась. Здесь, кстати, подарок на 8 марта мне. Да, только я получаю подарки на 8 марта, 23 февраля. Заслуженный женский день. А что вы, думаете, не заслуженный? 23 февраля по-настоящему готовятся только женщины. Мужчины просто принимают должное. А вот они к 8 марта так не готовятся. Я больше чем уверена, что так они точно не заморачиваются. Пошли в магазин, купили, все, радуйтесь. А я буду радоваться своей совместной покупке. Заказывала вроде всего понемногу. То там немножко, то там немножко. То ленты, то кабошенные, то посылки из Китая. И много коробочки красивые, планеры. Все открою, все открою, все покажу. Всем похвастаюсь и похвастаюсь, конечно же, подарком. Вот только понять не могу, почему коробка такая огромная. Она не тяжелая, но ее очень неудобно было нести с почты. Еще о чем пойдет речь в этом влоге. Это американские бантики. На первый взгляд мне показался очень странный вопрос, но они стали повторяться довольно-таки часто. Отвечу на этот вопрос. Следующий вопрос, это то, что ворвались в моду очень быстро единороги и розовые фламинго. Ну, за единорогов как бы предупреждали уже заранее. И одежда была с единорогами еще прошлой осенью. А вот розовые фламинго взяли свои обороты буквально ни с чего. Заходя сейчас в какие-то магазины, то есть детские игрушки или канцелярские магазины. Все в розовых фламинго, все в розовых тонах. Кстати, мне эта тема очень понравилась. Если куклы Лол это исключительно детская заколка, то единороги и розовые фламинго, особенно розовые фламинго, я думаю, будут актуальны даже у взрослого поколения, взрослых женщин. Тем более, если смотреть на то, что коллекция Шанель весна-лето вышла в розово-черном цвете, я думаю, мы что-то обязательно придумаем и придумаем нереально шикарное. Ну и, конечно, помимо интернет-магазинов и Алиэкспресса, я гость секонд-хенда именно в самый дешевый день. То есть, или когда 10 гривен там за штука, а иногда бывает даже 9 гривен 99 копеек за килограмм. Мне не нужны целые вещи, мне не нужны модные вещи, мне нужны качественные вещи. Пускай они будут где-то порваны, пускай будет где-то пятнышко, но такое качество материала в тканевых магазинах стоит очень дорого, баснословно дорого. И купить хорошего качества какую-то блузочку за 2-3 гривны, это мечта. Особенно теперь, когда мы очень часто работаем на металлических шаблонах. Единственное, что я себе купила за последнее время, это вот такой шарфик. Может, у него есть правильное название, если кто знает, напишите в комментариях, вот такой как бы платок, а внизу вот такие наконечники. Здесь в виде розы, а принт у него, по-моему, похож на пион. Больше ничего за последних полгода для себя я не купила. Не знаю, или я их потеряла, или мне действительно ничего нормального не попадалось. А может, сейчас вот этот сезон распродажи, и они пытаются сплавить то, что у них давно залежалось. Хотя ходила я и в дорогие дни. Могу похвастаться. Это из разряда все по 10 гривен. Это пояс из кожзама. Золото. Смотрите, он очень большой. Это так называемая наша эко-кожа. За 10 гривен я его купила. Продавцы на меня, ты что, он здесь не застегивается. Я говорю, я с вами полностью согласна, я его застегивать не буду. Ну, за 10 гривен такой отрезок эко-кожи, это мечта. Следующее. Это ткань. Смотрите, какого красивого розового цвета. Это штаны. Штаны нереально большого размера. Я вам сейчас протяну полтора метра. Я вытянула резинку, постирала их. Я не знаю, передаст камера цвет. Красивый-красивый розовый цвет. Тоже они мне обошлись около 4 гривен. Там, где я их покупала, девочка-продавец моя знакомая, когда она увидела, что я себе кладу, она меня с таким взглядом смотрела. А я была счастлива до безумия. Вот это, вот это я не тренируюсь. Даже, я же говорю, особенно те, кто только начинает работать с металлическими шаблонами, это просто разит. Там просто можно все выкидывать. То, что не получилось, выкинули. И даже не заморачивайтесь. Даже что-то не переделывать. Жалко материал, жалко денег. Здесь выкидываем, если что-то не получается. Зато вы так набьете руку, как никогда. Еще купила маечку. Такая яркая. Я тоже, думаю, очень интересные, красивые цветы получатся из маечки. Здесь, по-моему, есть пятнышко. Ну, это не страшно. Шифоновая блуза. Тоже очень большая. Кстати, такие блузы мы носили. Лет 20 назад они были очень популярны. Материал очень качественный. Еще при выборе обязательно смотрите, чтобы материал был двухсторонний, чтобы материала не было изнанки. Это самый главный фактор при выборе. Смотреть, чтобы у материала не было изнанки. Вот здесь штаны тоже. Видите? И еще одна розовая блуза. Но материал у нее довольно-таки уже более грубый. Но все равно двухсторонний. Все равно синтетика. Все равно будет хорошо плавиться и красиво смотреться. И оттенок немного разный. Алиэкспресс. Мне пришло раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть посылок. Одну посылку я положила так, чтобы не потерять. И потеряла. Мне пришло кружево широкое, классное кружево 6-сантиметровое. Ну, и вот так обрезали. Самые натуральные вандалы резали это кружево. Обидно было дослуж, когда я открыла эту посылку. Я вам позже покажу в инстаграме. Когда найду, покажу вам в инстаграме. И дам ссылку на этого продажа, чтобы у него больше не покупали. Так с кружевом не поступают. Эко-кожа. Красивая, яркая эко-кожа. Я к ней уже начинаю подбирать подходящие оттеночки для мастер-класса. Еще такой вопрос. В своих распаковках с Алиэкспресс я сразу показываю мастер-классы. То есть, для чего я приобретаю эти товары. Многие мне написали, ну, не многие, 4 или 5 человек написали, что типа открыла, все, выключай камеру, мы сами уже дофантазируем. Хотя многие были благодарны, что я показываю не только то, что я заказываю, а то, для чего я их заказываю. Напишите в комментариях, как вы считаете нужным. Открыла я выключать камеру или все-таки делиться своими идеями, для чего я это все приобретаю. Ну что, будем показывать. Это мои концевики пришли. Будем делать кисточки, цветочки. Я их в разных цветах заказала и разных размерах. Очень хорошо упакованы, мне понравились. Ссылочки я все оставлю внизу. Кому интересно, заходите, смотрите. Может тоже кто-то что-то закажет. Этих продавцов я рекомендую. Гирлянду. Гирлянда хоть и новогодняя, но купила я для весеннего мастер-класса. Золото-бриллианты. Классные. Я их получила буквально вчера. Смотрите, это такая как брошь. Здесь плохой свет. Потом, когда я сделаю распаковку, я покажу все подробно. И здесь не просто металл, а здесь все-все полностью в стразах. Все в стразах. И цена его была около 25 гривен. Или 24 с копейками, или 23 с копейками, я не помню. Ну, за штуку, за штуку. И их 5 штук в лоте. То есть, много можно не брать, можно на пробу взять. Я очень жалею, кстати, что я не взяла такие белые. Я думала, что белые камни сольются между вот этими стразиками и стразиками основными. Но я так думаю, что я ошиблась. Будет все красиво. И еще одни драгоценности. Это классические. Таких очень много уже. И в наших интернет-магазинах, и на Алиэкспресс. С подвеской в золоте и в серебре. По 10 штук. Я заказывала в какую-то тоже колоссальную акцию. Они выходили по 11 гривен штучка. Заказываю я их чаще всего для галстуков. И гирляндочка. Я уже купила батарейки в розовом цвете. Классная. Стоит тоже, что-то в сущие копейки. Доллар чуть больше. Здесь у меня 20 лампочек. Ну что, продолжаем знакомство с новыми интересными материалами. Буквально недельки две назад открыла для себя новый интересный материал. Это металлизированный фоамиран. Плотность у него 2 миллиметра. Очень хорошо держит форму бантика. Я уже делала в инстаграме. Показывала. Вот у меня есть заготовочка. Крылышки, ловочки. Смотрится очень красиво. Снять видеокамерой так же тяжело, как я к кожу. Те, кто снимали, с этим знаком. Смотрится хорошо. Держит форму в бантиках идеально. Рекомендую. Нашла я его пока только у нас в канцелярском магазине. Ни в одном интернет-магазине я его пока не нашла. Буду искать. Работать с ним так же, как и с зеркальной эко-кожей. То есть, контур мы ведем по лицевой стороне, не по изнаночной. Чтобы были ровные красивые края, контур ведем по лицевой стороне. Еще мне недавно стали задавать, очень-очень часто, такой вопросик, что американские бантики выходят из моды. Что все, эра американских бантиков закончилась. Ребятушки, мне же страшно стало. Это самые ходовые варианты. Особенно Микки Маусы. И Микки Маусы, где присутствует горох, они всегда в тренде. Они всегда модные. Вот такие киндер-сурпризики, тоже с горошком, кстати. Очень рада, что появились лолки с горошком. В большой коробке будет распаковка и будет лента. Красивая, многие с ней уже знакомы. Я ее только получаю. Я очень рада, что есть такая модель, как американские бантики. Они нас выручают. Они всегда идут. Они всегда яркие и красивые. Даже вот такие простые, без какого-либо супер декора. Это серединки, крышечки, планера. Они классные. Они всегда пользуются спросом. Делать их очень быстро. Я их делаю на шаблоне. Ну, за час могу 4-5 пар сделать. Это же наши палочки-выручалочки. Не слушайте никого. Американские бантики всегда в тренде. Единственное, меняется лента. Популярность ленты, да, меняется. А бантики не меняются. Бантики остаются все те же. Все. Я буду с вами прощаться. С вами была Мариша. Жду ваших эмоций в виде комментариев. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Впереди много интересного. А самое главное, распаковка вот этой большой коробки. Продолжение следует...